За соблюдением прав потребителей и благополучием населения Белореченского района следит территориальный отдел Роспотребнадзора, который располагается по адресу улица Красная, 27. 1 марта его сотрудники отмечают 10-летний юбилей службы. Трудно представить себе ту сферу, где не осуществлялся бы государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Питание, водоснабжение, строительство, промышленное производство, торговля и услуги населению. Везде востребованы знания и опыт людей, которые здесь работают. Десять лет назад в ходе очередной реорганизации госанитарно-эпидслужбы в России был образован Роспотребнадзор. За эти годы достигнуты определенные показатели. Так, 80% нашего населения обеспечено доброкачественной питьевой водой. Охват горячим питанием наших школьников составил выше среднекраевых и достиг 98,8%. Все лица, работающие с средными условиями труда на наших промышленных предприятиях, охвачены 100% профилактическим медицинским осмотром. Обучение лиц, геническое обучение лиц, которые заняты на оздоровлении детей, вот за последние два года достигает 100%. В настоящее время в Роспотребнадзоре работают 24 специалиста. Они обслуживают сразу два района – Белореченский и Абширонский, а также город Горячий ключ. В числе основных задач службы – контроль за соблюдением санитарных норм и правил, защита прав потребителей, предупреждение вредного воздействия окружающей среды на организм человека, профилактика массовых инфекционных заболеваний. Стабилизировалась ситуация по острым кишечным заболеваниям. Были недопущены за эти годы особо опасные инфекции. Можно несколько назвать их. Это тот же бруцеллез, сибирская язва, столбняк и другие. Стабилизировалась ситуация не только благодаря действиям, но и вакцинации. Вакцинация позволила снизить заболеваемость дизентерии, гепатита А, мингококло-инфекции. Правая рука Роспотребнадзора – центр гигиены и эпидемиологии. В санитарно-гигиенической и бактериологической лабораториях производятся исследования продуктов питания и питьевой воды, почвы и воздуха, проходят медицинские осмотры. В центре выдаются санитарные книжки и проводится профессиональное гигиеническое обучение. Так, за 2014 год его прошли 8 тысяч человек. Мы проводим, в первую очередь, лабораторные инструментальные замеры на этих объектах. За предыдущий год проведено более 40 тысяч исследований. Следующее наше направление – это санитарно-эпидемиологическая экспертиза объектов, заявленных в заявлении от заказчиков или по поручениям территориального отдела Роспотребнадзора. И одно из наших направлений, очень эффективно работающих, это консультационный пункт по защите прав человека. За предыдущий год выполнено более тысячи консультаций, которые проводятся у нас бесплатно. На платной основе у нас проводится подготовка документов, с которыми затем заказчик обращается в суд. Хотелось бы нашим сотрудникам пожелать в преддверии юбилея нашей службы, конечно, в первую очередь здоровья, благополучия в семьях, как профессионалам терпения, грамотности и долголетия. Наталья Пирс, Артем Кузьмин, События и люди.